Привет друзья! 15 февраля исполняется ровно 8 лет со дня прилета Челябинского метеорита. Видите у меня в руках камушек? Это не простой камушек, это осколок того самого метеорита. Видите, он снаружи черный, оплавлен, а на осколок белый. Это называется каменный хандрит. И вот с этим каменным хандритом очень много непонятного. Я сегодня вам открою величайшую тайну. Что же это было на самом деле, что могло быть и почему этого не произошло. Слушайте внимательно. Раньше я не мог об этом говорить и вы поймете из содержания почему, но сейчас вышли определенные сроки и уже можно рассказать всю правду и открыть вам эту тайну. Я узнал ее из совершенно достоверного источника, от моего очень хорошего друга, да и кота, о котором идет речь, я знаю лично. Итак, слушайте. Пересказываю от первого лица, как мне ее поведал мой друг. Эта история произошла ровно 8 лет назад в Челябинске. Все знают про то, как 15 февраля 2013 года на Челябинском пролетел огромный метеорит, правильно называть метеорит, взорвался в воздухе и осколки разлетелись по всей области. По оценкам ученых, это самый большой метеорит за последние 100 лет из числа прилетевших на Землю. В нескольких тысячах домов вылетели стекла. Зрелище было жуткое, но никто серьезно не пострадал. Повезло, сказали одни. Другие задумались над некоторыми нестыковками и необъяснимыми фактами. У метеороида была очень странная траектория полета. Он пролетел над двумя областями Казахстана и его видели в пяти российских областях. От Кургана Тюмени до Самарской и Свердловской области. Многие видели видеосюжеты с видеорегистраторов. И ученые со всего мира делали анализ движения и реконструкцию событий по этим любительским записям. Вас не удивляет, что все видео только с любительских видеорегистраторов? Но в городе стоит авиационный полк, локаторы которого постоянно мониторят небо. В это время в воздухе на Челябинском находились три военных самолета. Хотя было официально объявлено, что в этот день никаких полетов военные не совершали. Но есть десятки свидетелей, которые могут подтвердить этот факт. В районе аэропорта в это время заходил на посадку пассажирский большой самолет. А что? У авиаторов вообще нет регистраторов? И они ничего не засняли и не зафиксировали? А локаторы? А ПВО? Тысячи людей видели, как по небу летел чудовищный огненный шар. А затем сзади появился некий объект, догнал его и выпустил в него что-то типа ракеты. После этого болид изменил траекторию и рассыпался на мелкие куски. Но почему-то ни военные, ни авиационные власти так и не рассказали нам, что они-то видели и что зафиксировали их технические средства. Только случайные записи с видеорегистраторов и телефонов граждан. Вся сотовая связь в это время разом вышла из строя. Но люди звонили по обычным телефонам на радиостанции и в прямом эфире рассказывали, что они видели. На следующий день после события на территорию Челябинской области было переброшено 20 тысяч личного состава министерства обороны. Вдумайтесь, 20 тысяч человек. Тщательно прочесывали обширнейшую территорию. Это огромная войсковая операция. И как же так получилось, что у министерства обороны вдруг вспыхнула такая любовь к науке, и они мгновенно приняли решение о переброске целого войскового соединения размером больше, чем армия Литвы, например. И все это, чтобы найти осколки. Вы, наверное, думаете, что по результатам поисковой операции все-таки 20 тысяч человек прочесывали лес на площади сотни квадратных километров. Ну, наверное, какой-нибудь был брифинг, рассказали, что нашли. Нет, полное молчание. Интересно, что в дальнейшем военные так и не рассказали никому о результатах своих поисков. Как будто и не выходили никуда из своих казарм. А приехавшие из Москвы люди изъяли все записи с локаторов и взяли с дежуривших тогда военных подписки о неразглашении. При этом по местному радио и телевидению была настоящая истерия. Нам вещали, что если кто-то обнаружит осколок, он не должен вообще его трогать. А если взял, то как можно скорее должен сдать его властям. Иначе уголовное дело, до пяти лет лишения свободы. И при этом ссылались на законы о кладах, законы о природных ресурсах и прочее. Ни один из которых на самом деле совершенно здесь не подходит. Если вы посмотрите Википедию, то увидите, что первые экспедиции ученых просто не допустили к месту предполагаемых падений крупных кусков. Осколки находили на линии в 200 километрах от Еткуля до Чебуркуля. Потом якобы из озера Чебуркуль вытащили большой кусок и поместили в музей. Куда делись куски больших размеров, о которых тоже сообщалось, неизвестно. Просто о них замолчали и все. А нашли их с другой стороны Челябинска в Еткульском районе. Ну вот такие у нас любопытные военные. Сперва быстренько так небольшой компанией в количестве 20 тысяч человек приехали на место происшествия, чтобы помочь ученым-астрономам найти остатки метеорита. А когда пришли первые экспедиции этих самых ученых-астрономов, то они их просто не пустили к падению метеоритов. Это все сведения из источников в интернете вы все сами можете легко найти. Основная масса разрушений пришлась на города Хорпина, Хопейск и Манжелинск. И там же выпало самое большое количество осколков. И именно там проводили поисковые операции военные. Но ничего нам они не предъявили. Что же они нашли? Просто молча уехали и все. А метеорит якобы нашли в озере Чебаркуль в 100 километров от Челябинска в другую сторону. И вот именно его и поместили в Челябинский областной музей. Прошло 8 лет, но завеса тайны так и не рассеялась. Вообще то, что город остался цел, очень похоже на чудо. А вы знаете, что если бы метеорит врезался в город, то Челябинск практически был бы стерт с лица земли. Или хотя бы он взорвался на 5 километров ниже, то у всех жителей города бы лопнули барабанные перепонки, крыши домов были бы разрушены и вылетели бы в сесть окна. Скорее всего были бы уничтожены все электростанции, разрушены многочисленные челябинские заводы. И как следствие коллапс на дорогах, полный выход из строя всех же систем жизнеобеспечения. Ну и с учетом того, что это был февраль, то большая часть населения бы просто вымерла от голода и холода, дожидаясь помощи. Но этого не произошло. Метеорит пронесся над городом и рассыпался на куски высоко в небе. Так что все мелкие осколки попадали исключительно в безлюдной зоне. Такое чувство, что кто-то очень могущественный, заботливый, сильной рукой защитил нас от страшной беды. При этом ученые и военные утверждают, что на Земле нет технических средств, которые смогли бы догнать и сбить метеорит. Но что это было? И почему знаем только мы двое? Я и мой кот. Прошло 8 лет, и теперь я могу сообщить правду. Впрочем, обо всем по порядку. Прошло 9 лет. 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 Продолжение следует...